Добрый день, меня зовут Алыма Наталья Викторовна. Я являюсь председателем общественной организации объединения собственников многоквартирных домов городского округа Типпухинки. Сейчас закончилось информационное собрание жителей городского округа в парке Дубки и встречи с депутатами городского округа Типпухинки по злободневному актуальному вопросу территории парка Дубки. Территория парка Дубки была уменьшена в связи с предоставлением многочисленных земельных участков. Наиболее злободневным сейчас являются вопросы о двух участках просто. По документам там предполагается строительство дворца бракосочетания и парковка. В течение всего лета собственники, жители городского округа Типпухинки требовали возможного расторжения договора аренды от администрации. Администрация нас заверила, что не будет застройка парка Дубки, исторические границы парка Дубки будут восстановлены. Однако полученные документы говорят сейчас о другом. Рекреационную застройку под этим участком превратили в рекреационно-жилищную застройку. Более того, в течение лета в прямом эфире бывший глава городского округа Типпухинки, господин Слевцов, обмолвился, что здесь предполагается жилищная застройка. Наша организация, которая защищает интересы собственников не только на придомовой территории, но и на территории общего пользования, выступает за благоприятную окружающую среду. Поэтому наши требования к Совету депутатов, к администрации Хинке выполнить добросовестно все требования жителей и действовать в наших интересах, а не в интересах застройщика КРОСТ. Поэтому мы требуем расторжения договора аренды с КРОСТом. Юридическая ситуация позволяет это сделать. И восстановить парк Дубки в исторических храницах, защищая наше право на благоприятную окружающую среду. Особенно это важно сейчас сделать, потому что следующий год у нас объявлен президентом, годом экологии. И администрация Химки, которая как бы утверждает, что они впереди планеты всей и действуют по лозунгу, что житель всегда прав, они должны отражать наши интересы. Поэтому считаем, что сейчас есть ситуация, когда можно этот вопрос решить на другом уровне, не только на информационном собрании с жителем парка Дубки, но и на заседании внеочередной комиссии Совета депутатов и вынести вопрос о восстановлении территорий границ парка Дубки и расторжении договора аренды с КРОСТом на заседании этой комиссии. Таким образом мы увидим, что администрация действует добросовестно, а Совет депутатов защищает наши интересы. Спасибо.